Всем доброго дня, меня зовут Илья Иванов. Я отвечаю за бренд 3CX компанией Apimatic. Мы являемся пластиновым, а в скором времени, скорее всего, статусы поменят будем бриллиантовым дистрибутором 3CX в России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси. Сегодня у нас достаточно необычный вебинар по времени начала, московское время 8 утра. У нас есть коллеги из Алматы, я так понимаю, что у вас уже полдень и время обеденное, может быть, еще кто-то восточнее есть. Да, мы специально хотели провести вебинар для партнеров из восточных регионов, чтобы вам было удобнее. В любом случае, советую посмотреть вебинар до конца, потому что расскажем о некоторых изменениях в программе, даже если вы уже раньше слышали о 3CX, все знаете. Этим летом всевозможных изменений произошло достаточно много. Ну, начнем по порядку. Сначала кратко о том, что вообще такое 3CX. Наверняка по названию этого бренда вы слышали и представляете, что это. Ну, расскажу чуть-чуть подробнее, буквально один слайд, но попробуем основные тезисы упомянуть. 3CX – это именно программная коммуникационная платформа, то есть мы торгуем софтом, конкретным лицензионным ключом, не предустановленным ни на какие сервера, и у заказчиков, и у партнеров у вас нет никаких ограничений по возможности инсталляции по облачным хостинге, на собственном, на Windows, на Linux, как угодно. Именно программные решения в этом плане ничем не ограничены. Мы уже достаточно много писали о том, чем, в принципе, софт лучше железных решений, почему многие заказчики любят, наоборот, именно поставить себе какую-нибудь металлическую АТС, чтобы она была физическая. Это достаточно долгая дискуссия, здесь, конечно, есть то и другое мнение. Мы в этом плане, опять же, никак не ограничиваем наших заказчиков, на чем мы настаиваем, у нас есть и такие другие решения, ну, в том числе программная коммуникационная платформа 3CX, как один из вариантов. Ну, и, в принципе, такие софтовые решения уже все больше и больше завоевывают популярность во всем мире, ну, на Западе и в Северной Америке. 3CX – это, наверное, одно из самых популярных решений. Есть некоторые страны, где уровень проникновения в рынок превышает 90%, ну, например, Гренландия – самый любимый пример в этом плане. В России, в Казахстане, в Кыргызстане решение, ну, наверное, пока еще не такое популярное, но, забегая немножко вперед, мы про это, конечно, еще скажем, 3CX никак не участвует ни в каких санкционных историях, так что в Российской Федерации можно свободно и без каких-либо ограничений этими решениями пользоваться, так что тоже можете принять на заметку. Вообще 3CX – это софт разработанный, да, именно с нуля разработанный, не какие-то решения, например, на Астрийске или так далее, или у кого-то там перекуплено, или еще что-то. Это, собственно, разработка компании, которая была основана на Кипре, и сейчас юридическое лицо, с которым мы работаем, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Так что ни в каких санкциях здесь наш вендор не участвует. Это не просто IP-ATS, это именно коммуникационная платформа в более широком смысле, ну, и сам вендор позиционирует себя как поставщик UC, ну, или даже UCNC, как сейчас модно говорить, Unify Communication Collaboration решений. Потому что, действительно, это не только IP-телефония в традиционном смысле всем понятном. Это, конечно, наверное, самый важный блок, и, собственно, то, ради чего решения покупают, и понятно, что функционал IP-ATS, он первоочередной. Ну, здесь, наверное, никого в целом-то не удивишь, и все понятно. Ну, и плюс-минус все современные IP-ATS умеют одно и то же, умеют соединять людей, позволить им поговорить голосом, быстро решить какие-то вопросы. Ну, тут, наверное, даже раскрывать ничего подробно не будем, потому что, я думаю, вы все представляете, как современные IP-ATS работают. В этом плане 3CX, конечно, естественно, никаких своих функций не уступает никаким другим. Ну, и, опять же, здесь в каких-то базовых вещах сравнивать различные решения, и, наверное, даже не особо есть смысл. Но кроме модуля IP-телефонии, конечно, есть много чего еще другого. Ну, во-первых, это чаты, система сообщений, статусы пользователей, возможность эти статусы устанавливать буквально в один клик, обмениваться файлами, обмениваться информацией, как внутри компании, так и заказчиками, лайф-чат для сайта, возможность интеграции сайта в работу контакт-центра компании и в телефонную систему, опять же, интеграции с мессенджерами и возможностями обмениваться текстами сообщений, например, в Фейсбуке, в Телеграме, в WhatsApp и в других системах. То есть это полноценная система для общения и между сотрудниками, и заказчиками, и только голосом, но и текстами, сообщениями, что, конечно, в современном мире из года в год становится все более и более популярными. Вообще, многие считают сейчас, что звонить – это вообще моветон, так что это действительно важно. Интеграция с мобильными устройствами также в 3Six прекрасно работает. Ну, во-первых, это просто приложение под Android, под iOS для того, чтобы совершать звонки. Могу сказать, что по опыту большого использования мобильного приложения от другого производителя IP-ATS, тоже известного, ну, честно, мне 3Six нравится намного больше и более стабильно работает, никаких проблем с пушами, не сажает батарейку телефона и так далее, так далее. Много преимуществ, но которые реально становятся очень заметными при использовании в реальной работе, когда понимаешь, насколько классно у 3Six работает мобильное приложение. Ну, также там все возможности установки статусов, переадресации, записи звонков и так далее, так далее, так далее, прослушивание – это все, естественно, есть. Модуль аудио-видеоконференции. В первую очередь, надо сказать про видеоконференции. Это то, собственно, через что мы с вами сейчас общаемся, где вы меня слушаете. Возможности проведения вебинаров, возможности проведения видео-встреч до 250 участников внутри компании или заказчиками. Опять же, мобильное приложение, через которое можно также подключиться через любой смартфон на Android, на iOS и также участвовать в конференциях. Шеринг файлов, лист для рисования, обмен сообщениями, чат, естественно, запись, возможность стриминга на YouTube и так далее, так далее. В ближайшее время обещают еще реализовать функцию виртуального фона, как у многих других поставщиков специализированных видеоконференций решений. Ну, конечно, есть к чему придраться, и наверняка вы можете тоже найти то, чего не хватает, для каких-то фичей, может быть, не хватает. Но повторюсь, что в первую очередь все-таки 3CX – это коммуникационная платформа, где основной модуль – это IT-телефония, ATS, и дополнение в виде видеоконференции, по сути, является бесплатным, включенным в любую телефонную станцию, даже в бесплатной версии 3CX-фри, есть модуль видеоконференций. Так что не так много заказчиков, откровенно говоря, покупают это решение именно только ради того, чтобы проводить вебинары. Ну, понятно, что здесь на рынке много игроков специализированных, которые только над этим и работают. Но как дополнение к коммуникационной платформе – это замечательно, прекрасно, многие довольны. Ну и вот, например, мы сейчас с вами, собственно, пользуемся, ну или вы смотрите на YouTube-запись, деланная тоже с помощью 3CX. Интеграция с бизнес-приложением – это, конечно, есть. В современном мире без этого никуда. Достаточно широкий спектр CRM-систем и отельных PMS-систем, с которыми при всех заинтегрировано. Не со всеми, и где-то, может быть, интеграция не такая полная, как хотелось бы, но в этом наши партнеры видят не минус, а достаточно большой плюс для себя, потому что наши статусные партнеры достаточно часто делают сами интеграции с различными CRM-ками, и с PMS тоже. До последнего времени, например, у нас были партнерские интеграции с Creatio, с CRM-автодилер, с 1С, с Bittrex, с самым CRM. Ну, в общем, там наберется, наверное, уже десяток с лишним популярных платформ. Ну и, соответственно, наши партнеры это дело тоже предлагают заказчикам, имеют возможность дополнительного заработка. Ну, здесь уже именно бизнес-модель на стороне партнеров, как они это реализуют, как бы цену устанавливают. Наше дело предложить такую возможность. Модуль контакт-центра в 3CX тоже есть. Опять же, 3CX – это не специализированная профессиональная платформа для контакт-центров. Но все необходимые базовые задачи, естественно, 3CX решает. Массовые обзвоны, очереди, распределение по квалификации операторов, отчеты, дашборды, возможности суфлирования супервизором и так далее, и так далее, все, к чему мы привыкли в работе контакт-центров, IVR, естественно, голосовое приветствие и так далее, и так далее, это все есть. Конечно, это не профессиональное, именно специализированное решение для колл-центров, какие-то там суперпродвинутые вещи. 3CX не умеет, ну, и не должна уметь, и не в этом смысл. Но для подавляющего большинства заказчиков, которые работают как бизнес-организации, у которых есть свой выделенный колл-центр, конечно, все задачи оно решает. Ну, и периодически даже, когда я лично звоню в какие-то колл-центры той или иной организации, могу услышать, так сказать, фирменную мелодию 3CX на IVR, и понимаю, что звоню именно в организацию, которая использует 3CX в работе. Это забавно, ну, и в каком-то смысле даже мило. Если что, могу потом примеры кинуть, и можно позвонить компании, которые абсолютно точно работают на 3CX, просто потому что на IVR играет та самая узнаваемая мелодия. Ну, и отдельный пункт, который нельзя не упомянуть, 3CX профессионально локализован на русский язык. Это касается и, как бы, и всей обертки, и материалов, датшитов, и работы партнерского портала, и так далее, так далее. Ну, и, естественно, самой платформы, и пользовательского интерфейса, и админского. И при этом все нормально перевезено на русский язык, так как должно быть. В 3CX традиционно работает достаточно много выходцев из стран бывшего Советского Союза, в том числе и в коммерческом департаменте техподдержки. Есть менеджеры-инженеры, которые общаются на русском языке как на родном, поэтому у них всегда можно получить, в том числе, и поддержку на русском языке. Ну, и все материалы приходят в нормальном переводе, а не, например, в Google Транслейте, как бывает часто от некоторых азиатских, да и не только вендоров. Надеюсь, за этот один слайд немножко удалось рассказать про саму платформу, кратко. Ну, теперь уже как раз ближе к теме нашего разговора про партнерскую программу. Ну, и начнем со структуры прайсов, и вообще, сколько все это стоит. На слайде вы уже видите цены. Это цены без НДС, без налогов, без роялти. Понимаю, что в России, в Казахстане, в Кыргызстане, в Беларуси, ну, вообще во всех странах, так или иначе, конечная стоимость отличается из разных систем налогообложения. Здесь просто скриншот сайта 3CX, который показывает цены в евро в год без каких бы то ни было налогов. Но порядок – это дает возможность прекрасно оценить, и решение действительно относительно дешевое. Говоря о ведущих мировых производителях, с которыми обычно себя сам вендор сравнивает, ну, традиционно 3CX себя сравнивает, например, с RingCentral, 8 на 8, с решением от Microsoft, от Avai и еще с многими. Ну, здесь порядок, разница цен чуть ли не в 10 раз. То есть 3CX – это действительно решение, подходящее организациям практически любого уровня по всему миру, как ни крути. Если сравнивать с более популярными, наверное, в наших странах и отечественными решениями, и виртуальными от ТЭС, ну, все равно это очень сопоставимые величины, и 3CX прекрасно конкурирует и по цене тоже, и не является каким-то супердорогим решением для заказчиков. Как видите, есть сейчас 2 редакции по функционалу – Professional и Enterprise. Основное отличие в том, что в Enterprise есть горячее резервирование. То есть разница в цене не такая большая, но кроме некоторых еще дополнительных фейджов, там, организация, расширение и так далее. Вот основное – это, по сути, наличие дублирующей от ТЭС с тем же параметрами на втором сервере в спящем режиме. Так что кому это нужно, условно говоря, доплатив совсем немного, можно получить более расширенную редакцию. Наверное, порядка 90% заказчиков выбирают Professional, там есть все, что нужно, там все необходимые функции типа пани, интеграции и так далее, и так далее. Но особенно крупным компаниям часто требуется решение о редакции Enterprise. Ну, еще тоже достаточно частый случай. Самую маленькую от ТЭС на 4 одновременных вызова редакции Enterprise за 180 евро в год упают из-за того, что там расширенный модуль видеоконференции, сейчас в которых мы участвуем, до 250 участников. Такой сценарий, конечно, тоже может быть. Вот уже упомянул, и это, наверное, уже крайне важно. Может быть, это, наверное, самое важное отличие 3CX от других решений. Ну и из крупных поставщиков, наверное, ни у кого такого не встречало, 3CX инвестируется именно по количеству одновременных вызовов. Не по количеству сотрудников, а именно по количеству одновременных вызовов. То есть до 10 тысяч пользователей можно прописать в любой АТС, пусть даже самый маленький, и оно будет работать. Ну а ограничение будет именно по количеству одновременных вызовов. То есть 4, 8, 16 и так далее. Шаги вы видите на экране. Ну, соответственно, если у вас в компании 10 тысяч человек, четверо из них начинают разговаривать, пятый вызов отобьется. Но глобально вообще такая система позволяет заказчикам по всему миру очень сильно экономить. Есть очень много компаний, где много людей, много устройств, но которые так или иначе мало звонят. В этом случае можно взять достаточно маленькую лицензию и успешно ей пользоваться и радоваться. В среднем, как мы видим по статистике, обычно в среднем бизнесе идет коэффициент 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5 по количеству сотрудников к одновременным вызовам, которые нужны. Но в отдельных случаях этот показатель может быть и совершенно другой. Например, 1 к 10, 1 к 20. Например, в таких случаях, как отельный бизнес. Телефоны должны стоять в каждом номере. Номеров может быть очень много, но постояльцы так или иначе мало звонят. Вот в этом случае прям для гостинец 3CX идеальное решение, потому что позволяет и сэкономить, и сама телефонная система прекрасно работает, и всем необходимые интеграции с отелью, фиделио и так далее. Они есть. Действительно, у нас очень много клиентов в отельной сфере. Мы ее любим. Попозже еще бы это упомяну. Но, конечно, не единственная сфера, где 3CX применяется. Вот такая вот показательная в этом плане. Естественно, есть бесплатные версии, и в России есть десятки тысяч без привлечения скачиваний и инсталлированных АТС, которыми пользуются маленькие компании, может быть, девансеры, учебные заведения, студенты, используют для своего обучения и так далее, и так далее. Эти бесплатные версии будут бесплатны навсегда. Клиенты по всему миру могут ими пользоваться. Вы, как партнер 3CX, можете у себя на сайте разместить тоже реферальную, свою собственную ссылку на скачивание бесплатной версии 3CX, ну и таким образом генерировать лиды, которые будут к вам попадать. Некий процент от этих пользователей так или иначе рано или поздно расширяет свой бизнес или хочет больше функционала и приходит уже на платные подписки. Так что эта модель, эта генерация вполне рабочая, и вас тоже призываем к этому процессу подключаться. И пункт, который для каких-то заказчиков является минусом, понятно, что кому-то это не нравится, для партнеров является несомненным плюсом. 3CX лицензируется именно по кодовым лицензиям. То есть все, что вы видите на экране, это цена в год. Можно, конечно, посчитать решение и приобрести АТС на 3, на 5, на 10 лет. Компаниям, которым сложно бюджетировать что-то каждый год, это можно сделать, не знаю, на 15, на 20 лет вперед, получить еще дополнительную скидку. То есть тут просто не тупое умножение, там на 10, на 15, на 20 пойдет, а еще цена уменьшится. Так что, в принципе, это тоже все выгодно, особенно если сравнивать с решениями, например, АЦИСКО или АТАВАЯ. Все равно это будет достаточно дешево в сравнении. Большинство клиентов просто из года в год оплачивают подписку. Ну и вообще такая подписная модель жизни, ведение бизнеса, она все больше и больше проникает в нашу жизнь. Есть, конечно же, определенный пул клиентов, которые хотят поставить себе как бы один раз и навсегда, например, железный АТС от Ястар. Здесь мы тоже не настаиваем, не ограничиваем, и, естественно, силы никого не заставляем. Каждый сам выбирает то, что ему нужно. Но те, кому удобнее, больше нравится работать по такой схеме, пожалуйста. Ну, в принципе, так или иначе, я думаю, к подписной модели тех же виртуальных АТС с оплатой ежемесячно, к большому счету, заказчики уже привыкли, с оплатой того же интернета, телефонных счетов и так далее. Здесь оплата не ежемесячная, ежегодная, но суть, в принципе, не меняется. Замечания по продажам в России не относятся к Казахстану, Кыргызстану. Опять же, здесь я никак не могу прокомментировать налогообложения в ваших странах. И, во-первых, вы можете обратиться в наши филиалы в Алматы, в Новосултане и Бишкеке и проконсультироваться по ценам. Ну, я думаю, в принципе, лучше меня знаете, какие налоги и как они работают в ваших странах. В России основной принцип в том, что к рекомендованным розничным ценам в этом случае добавляется МДС 20%, который у нас существует последние два года. Но у нас есть два юридических лица, ООО «Экематика» и ООО «ПМ-софт». Одно из них работает без МДС. В этом случае мы можем продавать партнеров лицензии без МДС, которые также работают без МДС. Официально, без каких-то препонов. Ну, единственное, что мы, конечно, просим, требуем от этих партнеров не давать скидки, не уменьшать рекомендованные розничные цены на этот МДС, а увеличивать свой маржет. Ну, то есть мы рекомендуем, ну, естественно, и как не можем заставить, и такого принципа нет, 3CX. Рекомендуем всем партнерам соблюдать одни и те же розничные цены, ну, чтобы условия всех были одинаковые, и конкурировать в первую очередь с самими компетенциями, возможностями интеграции, дополнительными сервисами, техподдержкой и так далее, и так далее, и так далее, а не просто какими-то скидками. Ну, тут, наверное, принцип понятный. Наверное, такой же, как практически у любого, в принципе, поставщика тех или иных бизнес-решений. Вот она партнерская программа. Давайте по ней пройдемся. Начнем с того, что айтематика, как стрипутер, платиновый или бриллиантовый в ближайшее время в России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси. Что мы делаем? Еще раз повторюсь, да, в Москве и других городах России, в Нарусултане и Алматы и в Ишкеке у нас работают филиалы, там вы можете обратиться непосредственно в отделы продажных местах. С партнерами из Беларуси мы работаем напрямую так через московский офис. Пожалуйста, никаких проблем, пишите, звоните, обязательно поможем. И также предлагаем и по цене тоже достаточно вкусные условия в рамках поддержки партнеров в Беларуси тоже. В Узбекистане у нас пока проектов-то так много, там есть вопросы бюрократические, но также можете обращаться в наш филиал в Ташкенте, тоже обязательно поможем. Принцип работы, в принципе, 3CX, ну вот это вендорский принцип, но он понятен и в целом, ну и я лично, и мы с ним согласны. Сейчас объясню, в чем он заключается, что мы работаем с партнерами только напрямую, без посредников. Мы против того, чтобы партнеры выступали в качестве самодистрибутеров или еще словами поставщиков решения и так далее, и через несколько этапов перепродавали другим партнерам, чтобы уже в конце концов решение поставлялось конечным заказчикам. В этом случае так или иначе теряются компетенции. Понятно, что когда есть там 6 участников, каждый из которых зарабатывает по 3% маржинальности, и никто ничего не знает, вопрос передается по цепочке, ну, наверное, это может работать с продажей какого-то простого, там, понятного клиентского софта, я не знаю, условно говоря, с антивирусами. Когда требуются технические компетенции, поддержка, помощь в установке, в первоначальном обучении сотрудников и так далее, какие-то консультации, здесь мы, конечно, хотим, чтобы компетентные, статусные партнеры, которые прошли техническую сертификацию, все знают и умеют, общались с заказчиками напрямую и предлагали решения и помогали. Здесь, может быть, немножко забегая вперед, есть также плюс, что в 3Six, в принципе, отсутствует и на нашей стороне продистрибутера, и на стороне вендора поддержка конечных пользователей, потому что с ними общаются только партнеры. Для многих это несомненный плюс, потому что если бы вендор сам помогал, или мы отвечали на вопросы конечных заказчиков, они бы часто к партнерам и не приходили, но так есть возможность познакомиться, завести как вид, предложить платную техническую поддержку, подписку на свои услуги и так далее, и так далее. Ну и для многих это, опять же, является дополнительным способом редогенерации. Но у нас есть, конечно же, бесплатная техническая поддержка для партнеров, для вас. Обращайтесь либо, опять же, в филиалы в ваших странах, либо в техподдержку в Москве на русском языке по e-mail или по телефону. Единственное, что по рабочему времени московского. Проектную помощь мы также, естественно, оказываем. Опять же, я, наверное, сегодня не раз делаю такую оговорку еще. В Казахстане и Кыргызстане вы можете конкретные условия, скидки, помощь, что они готовы вам предложить, чем помочь, узнать в своих местах. Но, в общем, принципы, конечно, меняются. У нас есть защита проекта именно ценой. Но я так, наверное, открыто могу про это говорить, потому что как раз защиты поставкой нет, в отличие от других вендоров. То есть ни в коем случае здесь антимонопольное ценодательство никакое-никакое нарушается, ни европейское, ни наше, ни чего бы то ни было. Поэтому здесь можно не стесняться и как бы открыто это все рассказывать. Но мы поддерживаем и помогаем в зарегистрированных проектах с дополнительными скидками. Партнер, который первый пришел с проектом, установил тестовый АТС, познакомился с заказчиком, предоставил данные, получает ему случай скидку выше, чем по своему статусу, и может рассчитывать на хороший заработок, на хороший маржур. При сейл поддержке также есть, обращайтесь. Ну и обычная сейлова поддержка, документация и так далее. Куда же без этого. В 3CX есть сделанные на хорошем русском языке, а еще на английском, португальском, испанском и так далее, на каком угодно, если вдруг вам нужно. Весь необходимый пол-маркетинговый материал, раздаточный материал. У нас есть раздатки в бумажном виде, кому так кажется более эффективно приходить заказчику, оставлять на столе бумажки с своими контактами, лапы, баннеры для сайта, то есть и физические, и в электронном виде полный пол-материалов. Пожалуйста, обращайтесь, есть все презентации и так далее, и так далее, здесь, конечно, не жалко, и все, что можно в любом виде вам предоставить. Ну и, конечно, мы проводим обучение, не только вебинары в таком формате, но и очное обучение обычно 4 раза в разных городах России и СНГ. Вы можете позвать нас к себе, сказать, что нам нужно техническое обучение в нашем городе, пожалуйста, приезжайте. И опять же, здесь могут быть разные форматы мероприятий. Может быть, что именно вы просто скажете, что у нас есть потребность, мы проведем мероприятие партнерское, просто вас пригласим. И, по сути, как бы ради вас, ради вашей компании мы проведем, если у вас есть 3-4 инженера или сейла, которым нужно провести какой-то тренинг, это уже повод для того, чтобы это обговорить. Ну и можно проводить совместные как онлайн-вебинары, так и оффлайн-мероприятия для ваших заказчиков. Это все, конечно, тоже обсуждаемо. Если вы хотите в своем городе собрать, я не знаю, там 10-20 ключевых каких-то клиентов, почему бы и нет, мы, естественно, готовы в это вписаться, и возможности есть, так что генерите идеи, обращайтесь, везде можем помочь. 3CX также, как вендор, предоставляет ряд возможностей для партнеров, о чем нельзя не сказать. Во-первых, так называемые NFR-ключи, not for sale, то есть их нельзя продать, их нельзя установить на сервере заказчика, но можно установить у себя, использовать, показывать в качестве демонстрации, использовать просто у себя в компании, как АТС, на который работает организация. У нас есть несколько десятков партнеров, которые используют эти NFR-ключи у себя в компании, радуются, ну, во-первых, просто экономят деньги, потому что им нужно восстанавливать АТС для себя. У нас тоже в офисе крут такой NFR-ключ. Вот периодически бывают случаи, когда партнеры так и по темным причинам прекращают работу с телефонными решениями, ну, или там меняют немножко схему бизнеса, интересуются, в принципе, торговать софтом, теряют свой статус и теряют NFR-ключи, и потом приходят просто раз в год, чтобы своей минимальной партнерской скидкой 10% купить АТС чисто для себя, от того, что мы же привыкли, им нравится. Такая схема, конечно, тоже может быть, но лучше продолжать работать вместе, сохранять ваши бронзовый, серебряный, золотой и так далее статусы, и бесплатно пользоваться этими NFR-ключами. На сайте 3CX.ru, на русскоязычном сайте, с огромным количеством материалов, видеообзоров, технической информации и так далее, и так далее, вот, наверное, поэтому даже у нас на сайте IPMATIC.ru не так много информации про 3CX в карточках товаров. Новости-то, конечно, мы тоже регулярно публикуемы на сайте, и на Хабре, и в других источниках, и соцсетях, но просто вся базовая информация, она прекрасно изложена на сайте 3CX.ru, поэтому даже как бы смысла нет дублировать, там есть буквально все, можете зайти, почитать, когда у вас есть время посмотреть ролики, и там есть раздел, где купить, где отображаются все статусные партнеры с биографической привязкой, с полной информацией, ну и достаточно много лидов и вопросов, и клиентов приходят партнерам именно с этого раздела тоже. Он популярный, посещаемый, там несколько сотен посещений в день, так что призываем стремиться туда тоже попасть. Вендор также оказывает бесплатную техническую поддержку для партнеров выше статуса аффилированного, по тикет системе и по телефону. То есть каждый партнер может сам выбрать, с кем ему больше нравится разговаривать, общаться, где получать поддержку. Например, у нашего инженера Олега из Москвы, или у инженера Олега из Кипра. Так что здесь партнеры могут выбирать сами. И, наверное, самый важный пункт у всех этих, каждый партнер может создать неограниченное количество тестовых ключей для заказчиков любого размера, любой редакции на 45 дней. Это более чем достаточно, чтобы провести все необходимые тестирования, сделать интеграцию, попробовать АТС в работе с полной нагрузкой. И уже после этого приобрести лицензию для полноценного использования уже за деньги. И здесь вы также можете создавать ключи нужной конфигурации под конкретного заказчика и сразу его к себе привязать. Либо просто у себя на сайте, опять же, в своих материалах, рассылках и так далее, выложить ссылку на скачивание 3CX, вашу реферальную, и автоматически эти клиенты будут также к вам подвязываться. Даже если вы не знаете, что они скачали АТС, вы это узнаете в своем личном клиенте на своем портале. Кстати говоря, у 3CX отличный также партнерский портал. Это тоже с огромным количеством материалов, в том числе закрытых именно для партнеров, со всей информацией, дашбордами по работе вашей компании и так далее, и так далее. Так что порталом, ну, собственно, по ссылке portal.3cx.com пользуйтесь, там есть уже все, что нужно. А вот я уже упоминал про некоторые статусы, да, вы, наверное, заменяли, вот, собственно, как-то слайд, где это немножко более формализовано. Основных статусов, на самом деле, 7. Новые партнеры получают статус учебный или тройни на полгода с расширенной поддержкой, с дополнительной скидкой, с большими возможностями. Подразумевается, что за полгода новые партнеры могут и должны сделать свои первые проекты и уже дальше расширить свой статус до бронзового, серебряного, золотого и так далее. Есть 7 статус аффилированный, тоже, который я упоминал. Это партнеры, которые никакие торгеты не выполняют по тем или иным причинам, ничего не делают, но остаются просто формально партнерам 3CX с минимальной скидкой 10%, без каких бы то ни было возможностей. Но мы говорим именно про партнеров, которые торгеты выполняют, поэтому здесь приведены 5 основных статусов. Бронзо, серебро, золото, пластиный и титановый. Ну и, соответственно, партнерская скидка с 15% до 35% возрастает с шагом 5%. Часто слышу комментарии от партнеров, кто считает, что это очень мало, сравнивает с другими софтовыми решениями, говоря, например, что вот мы продаем кадры, и там у нас скидка чуть ли не 70%. Кто-то говорит наоборот, вот это много классно, сравнивая с, условно говоря, с вирусами, по-моему, где маржа доходит до 3%, не верит, что бывает 30%, но это все, наверное, бессмысленно делать, такие прямые сравнения. Софт тоже бывает разный, и степень увлеченности партнера, и необходимость консультации, и так далее, и ресурсы, которые компания тратит на введение сделки, на введение льда. Так что, ну, нам кажется, что в среднем это, конечно, нормальный уровень заработка, так или иначе, ну, и стремитесь получать скидки, достигать более высоких статусов, ну, и опять же, я уже говорил, что в проектах мы, в том числе и с мной, конечно, готовы помогать. Это не истинно в последней станции, что партнеры получают скидку только 20%, и никак больше. Конечно, мы не злые и готовы помогать. Чтобы это все получить, ну, требований не так много. Первое – это техническая сертификация. Откровенно говоря, пройти несложно. Там буквально ответить на 20 вопросов, формата «да-нет», и вы станете, ваша компания, ну, и ваш конкретный инженер станет сертифицированным специалистом 3C. И выполняет минимальный оборот под 2,5 тысяч баллов, что, ну, 2,5 тысячи евро в рекомендованной розничной цене в год. Ну, по сути, это один средний проект, там, на компанию на 200 человек. Ну, и опять же, если вы этот проект сделаете, из года в год будете продавать эту лицензию, потому что они годовые, то будете свой тот же самый бронзовый статус автоматически подтверждать. Ну, и серебряный – это вот 7500, это 3 неплохих проекта. Так что дороги-то очень лояльные, ну, и по сравнению с многими другими вендорами, где чуть ли не самому надо деньги заплатить, чтобы получить возможность войти в партнерскую программу. Здесь все действительно лояльно и весьма человечно для партнеров. Вот, продолжая разговор про партнерскую маржу, отдельный слайд, конечно, нужно этому посвятить, потому что, как оказалось, не все это сходу понимают. Многие партнеры воспринимают это именно как продажу софта, то есть взял, купил, продал и забыл. Ну, в 3С, кстати, это не работает. Это, например, не мобильные телефоны, где можно бокс-мойингом заниматься. Это ведение клиента из года в год, от начала до конца, от того, как он стал лидом, до дальнейшего успешного развития его бизнеса. То есть это не только заработки, так скажем, по Кабексу, по первоначальной продаже, вот эти 20-30-35% маршинальности партнера. Многие считают, думают, блин, мы не хотим чем-то заниматься за 1000 евро нашего заработка, условно говоря, что такое. Но так нет же. Мы вам предлагаем также самим выстроить свою бизнес-модель, как вам удобно, и предлагать услуги по внедрению, консультации, техническую поддержку и так далее, и так далее. Каждый партнер сам решает, как это делать. По часам, по годовой подписке, по месячной, или делает это вообще бесплатно и какими-то другими сервисами выбирает. Мы также вам, конечно, предлагаем не только продавать софт, но и реализовать комплексные проекты. Там, где 3CX, там, конечно, можно предлагать и телефон, и сетевое оборудование. То есть были проекты, где видеонаблюдение предлагали вместе с ETF и так далее, и так далее. Ну и прекрасно заработать также на оборудовании, на вот этой первоначальной продаже тех же самых телефонов, что в разных сферах, конечно, проекты могут быть разные, и по нему дел оборудование разное, но там тоже есть своя маржа, есть своя защита, своя помощь в проектах и так далее. Ну и, конечно, дальше, с года в год можно также не только получать свою маржу на продлении лицензии. Вот эти вот, условно говоря, 1000 евро в год, когда они там с 2, 3, 4 года, когда заказчики уже все умеют, знают вопрос, им не стоит просто оплата счета, это уже получается, там, условно говоря, заработать за 3 минуты работы бухгалтера, и здесь уже становится классно и приятно, о чем многие партнеры новые наперед не думают. Ну и, конечно, услуги сопровождения по технической системе. Здесь, опять же, сами вы можете решать, как на этом можно заработать, как выстраивать отношения с вашими заказчиками. Немножко про то, как стать партнером. Относительно частый случай, когда заказчик приходит, партнер и говорит, нам нужна просто лицензия, ничего знать не хотите, нас заказчик попросил, просто продайте, отстаньте, пожалуйста, от нас. Ну, лицензионный договор с нами, или с Эпиматикой Казахстана, или с Эпиматикой Ки-Жи, в любом случае, надо заключить, по закону, как бы, работаем по договору, получите минимальную скидку 10%, и, пожалуйста, делайте, что хотите. Ну, конечно, это вариант нежелательный, потому что, возможно, и партнер не всегда окажет консультацию нужную клиенту. Ну, вообще, зачем, если вы можете заработать больше официально вступить в партнерскую программу по нашей реферальной ссылке, став нашим партнером дистрибутера компании Эпиматика, сразу после регистрации, получив 15% скидки или вышел на регистрируемый проект, это все, конечно, обсуждаемо, далее, пройдя сертификацию, получая уже маршу гораздо больше, но это более правильный путь и более выгодный, конечно, для всех, в первую очередь, для вас. Можно ли сразу получать скидку больше? Конечно, можно. Ну, например, на крупные проекты при условии прохождения сертификации мы готовы также бонусно поддерживать, просто при регистрации проектов можем помочь. Ну, в общем, это все обсуждаемо, так что по вашим задачам обращайтесь, конечно, еще раз скажу, мы не злые и всегда готовы партнерам помогать. Вот она ссылка, по которой мы вас просим регистрироваться, там все, ну, анкета, конечно, не очень короткая, но понятная, опять же, на русском языке, так что сложности не возникает. В течение двух-три дней также с детства по-русски и беседует, знакомится, одобряет ваш аккаунт. После этого у вас будет полгода на реализацию первых проектов на животных условиях партнера уровня тренинг. Резюмируя то, что я говорю выше, просто на одном слайде еще раз повторюсь, как сайловую, так и техническую поддержку можно получать как по почте, так и по телефону и на нашей стороне, и на стороне вендора. Возможно, кто-то из вас знаком, если нет, то познакомьтесь с Веной Федосеевой. Это наш менеджер по работе с партнерами и заказчиками в России и странах СНГ. Наш куратор, можно так сказать, так что всегда и я, и она, и все готовы помочь что-то сказать, так что обращайтесь. Немножко про дополнительные возможности, что еще можно получить, как еще можно заработать, как еще можно стать более успешными с этой СИХ. Про поддержку новых партнеров достаточно много рассказывал, она есть, обращайтесь, конечно, мы вас не бросим, мы дополнительную скидку дадим, чтобы вы могли более успешно вступить в партнерскую программу. Иногда это можно решить на основе каких-то устных даже договоренностей, и нужно подписывать договоры кровью. Если вы понимаете, что у вас есть сила, потенциал, желание, у вас есть заказчики, которым нужны современные качественные решения, мы, естественно, можем сразу закрепить злое получено скидку, например, на полгода. В течение этого полгода вы первый проект реализуете, уже просто автоматически подниметесь по партнерской лестнице, это все возможно. У нас есть возможность предоставлять лицензии Professional на 32 одновременных вызова с еще большими дополнительными скидками по всему лучшеозвученному. Конкретно вот эта номенклатура, обычно это идет примерно на компании на 100, 150, 200, или даже 250, 300 человек, если это гостиница, там, 200 номеров. Так что вот на такие, как сказать, средние проекты, они действительно, наверное, самые популярные, вот если всех заказчиков взять, и провести медиану по количеству сотрудников, обращайтесь, здесь мы можем помочь, у нас есть специальная акция, открытая у нас на сайте, на вот эти проекты. Я говорил уже про отельные проекты, там тоже мы можем, мы даем дополнительные скидки и подарки, потому что такая сфера интересная, и у нас есть вендор, также за который я отвечаю, Fanville, где есть целая линейка отельных телефонов, и у нас есть очень много примеров реферальных, того, как реализуются именно комплексные проекты при CX Plus Fanville, заказчики довольны, и оборудование, естественно, совместимое, протестировано, все тоже есть в открытых источниках, все необходимые там сертификаты и так далее, так что, если у вас есть какие-то комплексные проекты на этих брендах, не только в отелях, но и в каких-то сферах, обращайтесь, мы там готовы помочь, поддержать, ну и потом еще предоставить от того и другого вендора дополнительные подарки, но в прошлом году были даже и просто денежные подарки, и в рублях, и в долларах, в этом году, комплексных в отдельности также вендоры предоставляют дополнительные скидки и подарки, ну и в том числе даже были действительно просто денежные подарки непосредственно людям, которые это сделали в качестве благодарности, так что обращайтесь. Я уже призывал звать нас в гости, и делайте это, мы готовы приехать, естественно, за свой счет, провести мероприятие в вашем регионе. Например, недавно мы были в этом году проводили обучение в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, и следующее у нас уже запланировано в Казани в четвертом квартале в октябре, скорее всего, если есть кто смотрит нас из этого региона, обращайтесь приходить на технический тренинг. Ну и, например, в первом квартале следующего года мы думаем либо над Минском, либо над Новосибирском, либо, если у вас есть идея, пишите, звоните, можем наши планы перестроить, пока еще на следующий год, конечно, мы не устраивали, так что с удовольствием приедем и к вам. И есть возможность компенсации частичной маркетинговых активностей, любых, по согласованию, до 50% от ваших трат. Это может быть как какие-то оффлайн-вероприятия, общение с заказчиком, так и онлайн-активность написания статей, да и даже просто Яндекс.Директ. Здесь мы готовы помочь, поддерживать. Ну, понятно, что это надо согласовать, потому что, конечно, если у вас будет реклама в Яндекс.Директе и покупать 3CX у нас, мы это не поддержим, потому что мы не будем поддерживать активности, где одни партнеры пытаются перетаскивать клиентов в других партнерах. Если у вас будет же какая-то рекламная компания, например, как бы делать. Здесь, конечно, мы с удовольствием готовы поддержать, рассмотреть, помочь и советам, и финансам. Некоторые другие преимущества, резюмируя наш сегодняшний вебинар, в принципе, 3CX как вендор, поставщика решений. Пункты, может быть, не по важности, но по порядку. Стабильный прайс-лист евро, это так. При нынешнем курсе, особенно в рублях, 3CX сейчас стоит ну, крайне дешево, так что сейчас лучшее время, чтобы это решение все покупать, и даже на несколько лет вперед не будет. И в отличие от многих, многих, многих других вендоров, в этом году 3CX мы ни разу прайс-лист евро не повышали из-за курсовой разницы. Так что в этом плане можно быть стабильными, и у нас не будет никаких внутренних курсов, там, отличающихся на 10, 20 или сколько-то процентов от того, что у вас получается по калькулятору, в этом плане никакого обмана не будет. Ну, да, недавно 3CX повысил цены, отменил акцию, которая действовала больше двух лет в рамках борьбы с пандемией по всему миру, они тогда в 2020 году понизили цены, чтобы помочь бизнесу по всему миру. Сейчас это, как бы, понижение цен отменили, и получилось такое отмена понижения цен тиреумов повышения, но в любом случае там прайсы повысились буквально, там, на 6-7-8 процентов, не сильно, но я повторюсь, что с конкурентами решение, в принципе, достаточно бюджетное, так что здесь проблем нет, и дальше никаких повышений не планируется, и курс ЦБ мы держим, и никаких дополнительных препонов в этом плане партнерам не устраиваем, здесь все достаточно предсказуемо и понятно. Отсутствие ограничений по работе в России, в Беларуси, это мы уже сказали, и вендору можно сделать официальное письмо при необходимости для заказчика, что никаких ограничений нет. Решение софтовое, не предустановлено в серверах, не зависящее от железа, не зависящее от мирового кризиса, чеков и так далее, так что сток, по сути, влезо бесконечный, срок поставки, ну, от одного дня, но по факту это можно сделать за несколько минут заказать лицензию и переслать письмо с ключом вам, так что здесь тоже никаких проблем нет. Ну, или даже за течение нескольких минут, понятно, что там какие-то бухгалтерские идут процедуры, отгрузка документов, но если, например, речь про продление ключа, конечно, мы его сразу же продлим, то есть это там займет буквально, не знаю, три минуты от того, как заказчик присылает платежное поручение до того, как у него эта лицензия обновляется или расширяется, или продолжает свою работу, по факту у него все будет хорошеньких задержек здесь нет. Ну, и то, что, да, я уже упоминал, еще раз как бы резюмирую и повторюсь, что партнер может сам выбрать во всех смыслах любую модель ведения бизнеса, которая ему нравится. То, как генерировать лиды, то, как общаться с заказчиками, то, как зарабатывать, то, как оказывать их поддержку, то даже как непосредственно решение предлагать и как его заказчикам продавать. У нас есть партнеры, которые представляют 3CX как сервис, сами там, или какие-то кластеры, предлагают поусловно говоря, как виртуальная ТС, берут помеченную плату, кто-то продает в естественном проеме с решением, кто-то на серверах, кто-то в своем хостинге и так далее, и так далее. Здесь каждый волен делать то, что ему нравится. Я говорил также сегодня про изменения, которые с этого лета были. Я сейчас чат кинул ссылку, но и у нас, в принципе, на сайте оптиматик.ру. Все новости, конечно, в открытом виде. Кроме того, что немножко изменилась структура прайсов, там некоторые лицензии были убраны, немножко это было изменено. Также изменились там некоторые условия по бессрочным лицензиям, которые были раньше, сейчас в 3CX, в принципе, только годовые ключи предлагаются. Кому интересно, можете подробнее почитать. В целом, никаких прям глобальных резких изменений не было. И общие принципы продажи я рассказал выше по вебинару. В ближайшие месяцы мы ожидаем выхода новых решений, новых продуктов от 3CX. В первую очередь, это 3CX стартап. Решение для небольшой компании, ну, собственно, стартап, до 20 человек по очень низким прайсам, по очень вкусным ценам. По сути, будет предлагаться решение на пользу себе 3CX. Вот такая условная виртуальная МТС для небольшой компании. Простая, понятная, без необходимости увеличения с админов. Это может быть яркий конкурент на рынке SaaS и виртуальных АТС. Ну, и вам, как партнерам, здесь, конечно, тоже будет чем заняться при работе с маленькими заказчиками. Также новости от вендера ожидаем и в плане предложения хостинга, в том числе платного непосредственно от вендера, по развитию продуктов, по развитию продуктов веб-митинга, лайфчата и так далее. Так что следите за новостями. Все публикуем, и у нас, и на Хабре стараемся делать это оперативно, естественно, на русском языке. Вот на данный момент ситуация такая. Если вы смотрите меня, опять же, в записи, то что-то, конечно, уже могло измениться за месяц, два, три и так далее. Так что, ну, переходите на наш сайт за все актуальные информации. Если есть вопросы прямо сейчас в прямом эфире, также можете, конечно, писать в чате, обязательно ответим. Да, Илья, добрый день. Коллеги, здравствуйте, кто слышит. Я буквально там несколько вопросов. Понимаю, что отправите в основном к документации, но тем не менее, просто чтобы немножко в голове устаканилось. Подскажите, пожалуйста, шаг увеличения емкости АТС, то есть стандартно, так как по... Да, сейчас... О, благодарю, что... То есть вот покупаем, например, на 16, заказчик не уверен просто, и я тоже не уверен, сколько одновременных вызовов будет. Сначала, например, покупаем на 16, и следующий уже шаг 24. Два и так далее. То есть вот именно по стандартным количествам одновременных вызовов. Правильно я понимаю ситуацию? Да. Шаг только такой, как есть в прайсах, никаких промежуток больше нет. Ну и здесь мы, да, мы обычно рекомендуем брать лицензии меньше, посмотреть, как они работают. Если не хватает, уже докупить. И доплата, в случае чего, будет только разница в стоимости, при том, по количеству оставшегося периода. То есть, например, прошло полгода, это, соответственно, будет половина разницы стоимости там между 16 и 24. Если так называем политику нулевых переплат, 3СХ, здесь никаких дополнительных плат нет. Так, все, это принято, благодарю еще. Второй вопрос. Тут технически, ну так, на ходу скажете, не скажете, напомните, пожалуйста, вы говорили про Enterprise решение, то, что там, ну, кластеризация или вторая ТСК, отказоустойчивость. Они в режиме активная-пассивная, то есть основная отключается-падает, вторая автоматически поднимается, или они обе актив-эктив-эктив? Нет, они обе не активные, вторая именно, что пассивная, она не будет работать, пока первая не потеряет связь, не перестанет работать. Если я правильно помню, как инженеры 3СХ говорили, вот это время таймаута 3-5 минут. Мы понимаем, что там для каких-то крупных организаций 3 минуты простое могут быть критичными, ну, и действительно так и есть, но для там многих заказчиков, особенно не крупных, это вполне устраивает, но вот эта там разница в цене не такая большая, многие действительно берут ради этого, чтобы быть более уверенным. Хорошо, подскажите, пожалуйста, ну, то, что называется в кластер, надо АТС одинаковой емкости подключать или можно, например, условно купить там 24 и 8, 24 в активную часть, а 8 в резервную? Именно, что да, можно купить две разные АТСы, так их настроить, то есть по прайсам. Если именно брать редакцию Enterprise, которая как бы это включена, это будут две одинаковые. А, только две одинаковые АТС? Если мы хотим вот это вот горячее резервирование, только две одинаковые АТСы? Да, но там не нужно ничего докупать, то есть, например, вот Enterprise 16 на временных вызов за 735 евро, это уже полная цена, то есть там как бы по сути, это вторая АТС-ка у вас будет, то есть не нужно два раза за 735 покупать. А, то есть мы просто с одним и тем же ключом можем сделать две инсталляции, ну, то есть, грубо говоря, в двух дата-центрах установить это все дело, и все. Хорошо, благодарю, тут понял. По годовым лицензиям, подскажите, пожалуйста, не продляем годовую лицензию, что происходит? Она скатывается в последний день до бесплатной версии, вот как раз отвечаю на вопрос Александра, и максимальное количество пользователей любое, опять же, хоть 10 тысяч, но 4 одновременных вызова, и она урезанная по функционалу, то есть это бывшая редакция стандарта. Стандарт, это стандарт. Нет очередей, нет записи разговоров, ну, просто, как бы, условно говоря, ТС-звонилка, просто работающая на 4 одновременных вызова с любым количеством пользователей. И 25 участников в годнице, 25 комбинаров. Ага. Подскажите еще такой, ну, тут совсем маркетинговый вопрос, подскажите, пожалуйста, было обозначено, что срок тестовой лицензии 45 дней, ну, где-то вот на слайдах. Если сильно попросить, ну, там, поплакаться, там, еще как-нибудь, можете срок увеличить или нет? Ну, до разумного, например, там, до 60 дней, там, ну, где-нибудь, на пару месяцев. Под реальный проект, Илья, сразу говорю, то есть, понятно, что это не, там, сферический конь в вакууме, да, а это именно реальный проект, если бы. Да, я понимаю, тут по политике 3CX мы, как дистрибьютор, в принципе, тестовыми ключами не управляем, то есть, мы это никак не можем предъявить. Вендор теоретически может, но это надо обращаться вот к Елене Федосееву, которая... Да, все, понял. Ну, или можно будет сделать второй ключ, конечно, что не очень удобно, либо попросить их, и вообще в ближайшее время по запросу партнеров они, в принципе, обещали, обещали тестовый период увеличить до 60 дней. Ну, то есть, теоретически. Да. Ну, да, то есть, 45, там, ни два, ни полтора. Так, и последний вопрос по поводу доп-скидок на 32, да, на 32 одновременных вызова вопрошенную версию. Это с кем связываться? С менеджером, с нашим, мы партнером? Да, с менеджером по продажам нашими, с кем вы работаете, с любым связываетесь. У нас есть акция, и все про это в курсе. То есть, ко всем вашим партнерским скидкам и так далее, потом еще плюс 10% именно на эту конфигурацию мы предлагаем. Так, и отсюда еще вопрос. Следующее продление будет по той же цене или же будет по новой цене? Именно вот это, вот именно вот это 32 про? Да. Нет, следующее по обычной прайсовой цене. Обычная прайсовая. Ну, то есть, скажем так, то, что называется замануха. Все, вопросов больше нет. Благодарю вас за уделенное время, благодарю за вебинар. Вам спасибо. Благодарю. Всем всего хорошего. Спасибо. Ладно, коллеги, мы до 9 утра по Москве будем закончить. Осталось буквально 3 минуты, я, наверное, с вами попрощаюсь, но еще пару минут посижу в чате, послежу. Если у вас вопросы возникнут, обязательно пишите, тоже ответим. Пишите в комментариях, пишите на почту. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok